Ситуация с междугородними перевозками в крае сейчас достаточно напряженная. После нескольких громких аварий многие перевозчики просто не пускают маленьких пассажиров в автобус. Такую ситуацию попала жительница Ужурского района Екатерина Сухомлинова. В Красноярск приехала, чтобы вылечить ребенка и теперь не может уехать домой. Поезд до ее населенного пункта не ходит, в автобус не пускают. Водитель говорит, что не повезет ребенка, если женщина сама не обеспечит его специальным детским сидением. У меня ребенок, сумка с собой на руках. Мы с утра здесь стоим. И не можем попасть. Билет мне продали и на меня, и на ребенка. Но при наличии этого билета я должна иметь еще при себе кресло машинное, чтобы посадить ребенка. По словам перевозчиков, на такие меры они идут после того, как на них обрушился шквал проверок. Их вызвали недавние серьезные аварии на краевых трассах. Транспортная инспекция везде останавливает и штрафует. За неприсегнутого ребенка штраф уписывается 3000 рублей. Как пояснили в администрации Красноярского автовокзала, сейчас многие перевозчики боятся возить детей. Некоторые даже предъявляют свои условия пассажирам. По этому поводу мы получили письмо от перевозчика, где он написал, что свои условия поставил, как перевозить детей. Ну и естественно не перевозить детей без удерживающего устройства. Письмо с рекомендациями предпринимателям, в котором вновь акцентируется на этом внимание, сейчас готовит и Краевое министерство транспорта. До 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, ребенок должен перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Сотрудники госавтоинспекции при внесении службы ежедневно проверяют автомобили, транспортные средства, где переводятся пассажиры до 12-летнего возраста. В случае выявленных нарушений со стороны водителями, на водителя составляются административные материалы, штрафы в 3000 рублей. Пока в ситуации разбираются, родителям при необходимости в поездке все же следует запастись удерживающими средствами. Их, к слову, не обязательно покупать, можно взять в аренду. Так и дешевле, и ребенок будет в безопасности. Александр Ловицкий, Дмитрий Демченко, Новости.